Десятки людей пришли в субботу к манежу УСК Подмосковья, чтобы стать свидетелями значимого события – открытия мемориальной доски Леониду Твердохлебову. Пришла команда человека, которого уже больше двух лет нет с нами, но память о нем, уважение и любовь все эти люди хранят и будут хранить. Он снова собрал и объединил их всех. Это не только друзья и члены семьи, но и бывшие его заместители, сотрудники администрации района, руководители муниципальных органов, директора предприятий, ветераны щелковского спорта. Команда молодости нашей, выражаясь словами известной спортивной песни, которая как никакая другая подходит к этому случаю. Человек, который любил спорт, который был организатором мини-футбольного клуба «Спартак». Этот человек сам играл в футбол и команду свою, команду администрации призывал заниматься физической культурой. У нас была команда администрации по большому футболу. Леонид Твердохлебов 12 лет, с 1996 по 2008 годы, был главой Щелковского района. Он носил звание почетного гражданина района, заслуженного строителя России. Будучи большим подвижником спорта, он активно развивал не только любительский спорт, но и так называемый спорт высших достижений. Его заслуга – реконструкция стадиона «Спартак» имени Озерова и строительство рядом с ним универсального манежа, который сегодня входит в систему УСК «Подмосковья». Здесь играли футбольный «Спартак», один из лидеров второй профессиональной лиги, и мини-футбольный «Спартак» Щелкова – обладатель Кубка страны. Сам Леонид Андреевич несколько лет являлся вице-президентом Ассоциации мини-футбола России. Он не только играл здесь, на этом стадионе, но и у себя на даче. Он занимался футболом. Неоднократно я заходил к нему и просто удивлялся. То есть он вечно был в движении. Это человек в движении. В движении был здесь, когда руководил администрацией. В движении был, когда занимался спортом. А мне он запомнится вот таким. Небольшая улыбка. Это его оптимизм. Всегда был оптимистично настроен. Какие бы проблемы ни стояли перед ним и перед его командой. А вот этот прищуренный глаз – это его хитринка. Инициатива установки мемориальной доски принадлежала общественной организации ветеранов муниципальной и государственной службы, руководителей предприятий и организаций Щелковского района. Это такое длинное название. Администрация городского округа Щелково поддержала. Профинансировала работы предприятия Щелково-Аграхим. Ну а почему местом для размещения мемориальной доски выбрали фасад манежа, вы уже поняли. Открываем ее в честь человека, который для Щелково сделал так много, что отголоски еще будут видеть наши, скажем так, сыновья. Спасибо вам, что вы здесь. Отнеслись с большой радостью и положительно. Правильное решение человек заслужил. Поэтому наша семья благодарит всех, кто принимал участие в этом большом деле. Что еще символично? Открытие памятной доски состоялось в выходные, когда в России отмечаются два праздника. День физкультурника и День строителя. И к ним обоим самое непосредственное отношение имел Леонид Андреевич Твердохлебов. Мероприятие продолжил дружеский матч команд ветеранов Щелковского футбола. Обе в этот день взяли себе название «Спартак». Болельщиком этого спортивного общества был Леонид Твердохлебов. И песня, забытая на много лет, вновь стала актуальной. Слышен рок от стадиона, Вновь футбольный поднят флаг. Мастера из Подмосковья Начинают шквал атак. Снова Щелкова услышит, как победный горн зазвучит. Поворотом, поворотом бьет «Спартак» и опять гол забит. Поворотом, поворотом бьет «Спартак» и опять гол забит. Ирина Микеда, София Безносова, Щелковское телевидение.